Вить, пришла к тебе за очередным рецептом десерта. Предыдущие были шикарные, но для приготовления нужно потратить определенное количество времени. А хочется же быстро и вкусно. Сегодня мы, конечно, у нас все получится. Сегодня мы будем делать быстрый десерт, называется «Полена». Название уже прекрасное. Да, но мы сначала займемся приготовлением соуса, для того, чтобы он должен быть настоят. Соус у нас будет орехом медовый с добавлением цедры апельсина. Для этого мы пока порежем наши орешки. Просто напополам? Вот так? Ну, кищу напополам, а бразильский можно на 4 части. Видно, я думаю, что класть в этот десерт можно те орехи, которые любишь, да? Да, или которые есть дома, да, можно класть. Все, теперь мы занимаемся нашей цедрой. То есть от апельсина нужна только цедра? Да, его сильно много не надо, чтобы не было горечи. Нам понадобится только 3 таких полосочки. Самое главное в цедре, чтобы была только сама цедра, без белого украпления вот этого. Она придает горечь нашему соусу. Мы ее порежем соломкой. Цедру порезали, теперь нам нужно обжарить орехи, добавить мед и еще добавить сок апельсина. И наш соус будет готов. Самое главное в наших орехах, чтобы они не сгорели. Орехи мы немножко обжарим, там, 2-3 минуты на нашей разогретой сковородке. Теперь мы кладем наш мед. А приблизительно сколько, Витя? Грамм? Ну, грамм 150 нашего меда. Как же это будет вкусно, Витя? Да, и самое главное мед не доводить до кипения, потому что потом удивляются ядовительные вещества. Да? Да. Вот жаль, что не передашь аромат, да? Так, теперь мы кладем нашу цедру апельсина и выдавливаем наш апельсин целый. Вкусняшки. Ммм. Вот что может получиться невкусно, да? Изначально все ингредиенты вкусные. Ну, смотря еще кто как приготовит тоже. Можно спалить орехи. Войномерки, да? Я поняла. Что ты? Ну, у меня получается, да? Можно спалить орехи там или... Я не... Или в конце вывернуть все, допустим, на пол. Да. Бывает и такое. Так, теперь мы режем наши фрукты мелко кубиком. Это будет начинка фруктовая? Да, фруктовая начинка. Для нашего десерта самое главное, чтобы не было ассортимент фруктов. Можно, конечно... Широкий. Широкий. Самое главное не ложить туда апельсин, потому что апельсин, ну, придаст горечь нашему десерту. Угу. Как нарезать? Мелко кубиком. Ведь, по-моему, я уже все изкуртила. Да нет, будет все нормально. Вот надо вот таким, лень, кубиком, как я вот это, видишь, да? Хоп-хоп. Ну, ля. В сахарную пудру мы добавляем ванильный сахар. Сахар к сахару. Чтобы прям наверняка сладенько было. Да. Берем наш лаваш. С нашего одного лаваша должно получиться 8 наших десертов. Ничего себе. Мы края обрезаем. Так, и перерзаем ее на пополам. Ведь принципиально важно, чтобы полосочки были одинаковые. Нет, ну, чтобы у нас был красивый десерт, чтобы были однородные наши поленья. Однородные поленья. Теперь берем наш лист лаваша и кладем пудру с ванильным сахаром. Одна чайная ложечка, да? Теперь мы кладем наши фрукты. Такую хорошую ложечку. Ще? Так, хватит. Мы потом ее не завернем. Так, а теперь мы заворачиваем его так вот берем. И заворачиваем. Сильно много оборотов не надо делать. Потому что наш лаваш потом не прожарится. Наш лаваш должен прожариться, чтобы он был хрустящий. Мы прокалываем наш лаваш до зубочистки. Еще вот так. Вот, все, хватит. Теперь следующий. И еще вот, если так, вот можно. И вот все, придавил его. Что-то добудет, видишь, на низу. Наши изготовки поленья мы будем обжаривать на сливочно-распиелке. И мы будем обжаривать на сливочно-распиелке. Обжариваем наше поленья до золотистой корочки. С двух сторон. Ведь аромат говорит о том, что будет вкусно. Да. Так, мы выкладываем... На бумажные салфетки, да? На бумажные салфетки, да. Чтобы наши салфетки выпитали лишний жир. Ведь последний штрих. Да. Теперь мы декорируем наше блюдо. Мы вытягиваем зубочистки с нашего десерта. И заливаем нашим соусом. Ну и для украшения мы... Мятка, да? Мятки, да, подкладем так. Ну и в завершении маленький совет. Вот такой десерт вкусный, когда он теплый, да? Горячий. Горячий. Только с печки. Поэтому подготовить все ингредиенты можно заранее. Да, и заморозить их в морозильной камере. Ну а мы замораживать не будем, а будем пробовать. Приятного аппетита! Да, приятного аппетита!